Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, давайте приготовим что-нибудь простое, вкусное, сытное. Потому что времена сейчас не особо хорошие, мы знаем это. И, например, у нас среди поваров есть такая беда. Честно признаться, прямо называется беда, потому что рестики все закрыты, и большой кластер поваров просто остались без работы. Я сейчас не об этом, я сейчас о том, что для многих из нас, ну, непростые как бы задачи существуют. Поэтому давайте сегодня прям очень простое блюдо из самых доступных ингредиентов. Я, значит, взял здесь у меня в ситечке, я на стекание поставил две баночки фасоли. Ну, знаете, закупался, я этикетку отодрал, чтобы никакой тут рекламы не было, значит. Здесь 150 граммов получается чистой фасоли, вместе с собственным соком 300 граммов, да. Ну, вот у меня, грубо говоря, с двух баночек должно быть примерно 100, в смысле, 300 граммов фасоли. Сок я специально не сливаю, он мне еще понадобится. Так, ладно. Половинка луковицы нарезана у меня вот так, мелко. Я сразу же сковородку разогреваю, сделаю что-то типа лобио, но сделаю, во-первых, горячим и не совсем по технологии, как делают это грузины. Совсем, я чуть-чуть немножко изменю, скажем, под такой, под домашний формат, для того, чтобы можно было это, знаете, с удовольствием приготовить. И самое главное, что когда, например, у вас на столе, ну, там, недостаточно мяса или недостаточно, знаете, богатый стол, как хотелось бы в былые времена, то блюдо из фасоли всегда, знаете, во-первых, полезно, во-вторых, много белка, в-третьих, много железа, в-четвертых, от фасоли всегда польза, и оно сытное. Наливаем маслица сюда немного, на сковородку, маслица жадничаем всегда, вы должны, знаете, как мыслить, жадничаю масло, не лейте много, жадничать надо масло. Мясо не жадничайте, а масло жадничайте, не надо много масла. Значит, оп, лучок нарезанный сюда, жарим, 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 жарим. Значит, белые части нарезаем кубиком. Ну, вы меня поняли, не кубиком, а кружочком, но я вот все, паузу выдержал, думаю, что в голове сразу раз такой, типа, он ошибся, он ошибся. Нет, конечно, не ошибся, просто вот над вами издеваюсь чуть-чуть. Зеленую часть отдельно, не смешивайте. Следим, чтобы у нас лучок не подгорал, но нам нужно, чтобы он зарумянился. От этого у нас образуется вкус. О, румянится лучок. Когда лучок подрумянился, сразу туда отправляем фасоль. Ну, соответственно, без сока. Опа! Можно, конечно, заморочиться. Купить где-нибудь у бабушек сухую. Купить у бабушек сухую. Замачивать ее ночь. Потом варить ее 2 часа. Но если у вас завалялись консервы, то, конечно, все это гораздо быстрее происходит. Чеснок молодой. Вот просто какая-то напасть ее чистить. Все, чесночок немножко, знаете, так. Порезали, порезали. Сюда скинули. Зеленый лучок, белые части сюда скинули. Нюхаем, нюхаем, кайфуем, понимаем. Да-да, вкусно. Вкусно. А что же невкусно будет? Так, хмели-сунели. Смесь пряностей. Тут по вкусу. Знаете, ну я где-то примерно пол чайной ложечки. Раз. Туда. Если хмели-сунели нету, значит, ну можно вообще без него. Черный перец добавили там. Главное, что аджика, мне кажется, у всех есть. Ее немножко добавляем. Совсем на кончике. Вилки или ложки. Острая она, зараза. Будьте аккуратны. Значит, рецепт аджики есть на моем канале. Хранится долго, до сих пор использую. Радуюсь, кайфую. Рецепт от Майи Гигидзе, моей подруги. Так, дальше. Грецкие орехи чуть позже. Теперь вливаем часть собственного сока. Часть водички. Теплой. Горячей можете. Ну, чтобы быстрее, знаете, все это закипало. Свой сок довольно крахмальный. Если мы его весь выльем, знаете, возможно, будет чересчур фасолевый вкус такой. Пока у нас закипает вода, и так скажем, нам же не надо варить ее там сутки, да, эту фасоль. Нам нужно, чтобы вот с помощью воды все вкусы фасоли, вот этого крахмала, вкус лука, аджики, хмели-сунели, чтобы вот они все как бы смешались. Температура и вода, она дает объединение. Объедение получается потом, после такого объединения. Теперь грецкий орех. Ну, смотрите, много нельзя. Слишком будет сытно. Грецкий орех калорийный. Если нет грецкого, значит, используем другой. Но той ароматики не будет. Грецкий орех, он такой горьковатый немножко. Из той области, почему в грузинской кухне активно используется грецкий орех. Потому что он там растет. Можно в ступке, можно, знаете, чуть-чуть солью. Мне все равно соль туда надо будет добавлять. Немножко соль, чтобы жир, абсорбация происходила. Можно на мясорубке, можно. Я же делаю как бы ускоренный вариант. Не совсем по-грузински. По-свойски делаю. По-емельяненковски. Поэтому будут чуть крупнее у вас кусочки. Не совсем мелкие. Опа. Все, отправляем. Сколько у нас здесь? Давайте ложками посчитаем. Раз. Два. Три-четыре ложки. И капельку оставил потом на украшение. Все, жирку подливайте. По мере, так сказать, выпаривания тут. Знаете, бывает температура чуть-чуть больше, меньше. Она быстро выпаривается. Нам главное получить густую массу. Вы все без меня знаете, что горячее лобе, когда готовят, или половину пробивают блендером, или вообще все пробивают блендером, получается такая кашка. Не надо ничего блендером пробивать. Кашка у нас за счет вот этой крахмальной жидкости. Вообще, это гуляш из фасоли. Я не знаю, что лобе его назвали. Выключаем. Зеленый лук добавляем. Кинзу быстро режем. Стебелечки оставим на украшение. Все остальное сюда. Опа. Сковородку сюда переставляем. Можно, конечно, и по моей идее, можно было бы и нужно добавить сливочное масло сюда. Все это перемешать. Но на самом деле, не буду добавлять сюда сливочное масло. Пусть будет постным таким блюдо. Потому что, как горячая закуска, вообще совершенно шикарная. Главное попробовать на соль, фасоль. Хотел сказать, соль, перец. Аджики явно не хватает. Все, выкладываем в центр тарелочки так, чтобы хватило на всех членов вашей семьи. Такое ризотто из фасоли получилось. Здесь есть еще несколько нюансов. Вы можете добавить сюда уксус. Можете не добавлять. Если кому как нравится. Хотите послаще, значит, не добавляйте. Фасоль сама по себе сладкая, вкусная. Уксус делает баланс, конечно, вкуса. Но у некоторых вызывает некие ощущения такие неприятные. Типа, зачем уксус лить? Вы и так прекрасное блюдо. Хорошо. Не лейте. Я вообще за то, чтобы ничего не лить туда лишнего. Но на всякий случай лаймом сбрызну. Ну так, чтобы, знаете, для баланса вкуса. Мы же не совсем оригинальное лобио делаем, да? Делаем его вкусное. Это все на чай. Не как у Грузина, да? Ни этого я не буду говорить. Так. Все, значит, свежие грецкие орехи сверху сыпем. Свежие стебли кинзы сверху сыпем. И теперь последний, самый главный, самый главный штрих этого всего. Майя вернулась и привезла мне по моему заказу с Тбилиси кахетинское масло. Настоящее из Грузии. Оно делается... Как у него закрыли? Делается из жареных семечек. Оно тоже так ароматно пахнет, как мы знаем, ароматное подсолнечное масло. Кубанское или там какое-то из тех краев, да? Только это из кахетии, из кахетинских семечек. И она мне говорит всегда, тебе лобио горячий поливать кахетинским маслом или нет? Я говорю, поливай. Поэтому поливаем всегда ароматным кахетинским маслом лобио по своему вкусу. А это на салатик. По Грузии, это, как он называется, салат Тбилиси. Подходит очень. Подходит просто к помидорам и луку. Луку. Пробовать берите ложку всегда. Вилками вот этого ерундой всякой не занимайтесь. Ложку взяли и пробуйте ложкой. Вообще все надо есть ложкой. Сюда больше входит. Удобнее есть и так далее. Кроме борща, вот это вот с соплями нарезанная капуста, ее и ложками, конечно, неудобно есть. Давайте. Аромат, что надо, я вас уверяю. Это еда нормальная. Такая закуска, даже если остынет, еще вкуснее станет. Не вздумайте меня гнобить за то, что горячее лобио мне не похоже на грузинское горячее лобио. Это моя личная разработка. Горячее лобио. Для моих земляков из Красноярска. Дарю рецепт. Вкусно, я такое люблю. И вы полюбите. Попробуйте обязательно. На стол поставьте. Всем по ложечке раздайте. Все кайфанете. Я вам 100% обещаю. Ну и, конечно же, не забывайте, что консервы, которые вы закупили, надо использовать. Пока.